Лыжи на прокат, безопасное тепло и агрессивный вирус. В Беларуси наблюдается рост заболеваемости ОРВИ COVID-19. Справляется ли система здравоохранения? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Обновленный кодекс, замысел учения и увеличение выплат. С 1 марта 2022 в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Насколько? Постельный режим. В республике наблюдается рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями COVID-19. Особенностью данного подъема является то, что клинические проявления появляются достаточно быстро. Что делать, если появилась слабость, поднялась температура и болит горло? Антиковидный душ. В Бобруське привычным делом стала дезинфекция пассажирского транспорта и жилых домов. Как и чем обрабатывают? Политезом идет 50 грамм 10 литров воды. Повторение мать учения. МЧС продолжает мониторинг частных домов, где печка главный источник тепла. Очень переживаю за все это и очень боюсь. До печки мы не оставляем. Какими правилами пренебрегает бобручание? Истина, инкрустированная самоцветами. Заслуженный артист Беларуси подарил Бобруйскому кафедральному собору старинную книгу. Вначале без слова, и слово без богу, и бог без слова. Какого года реликвия? Отмена всех ограничений, переброска сил и единство на фоне Олимпийских колец. Владимир Путин и Си Цзиньпинь выступили совместным заявлением. Что в нем говорится? Пандемия не отступает. Министр здравоохранения Беларуси призвал не паниковать из-за роста заболеваемости. Особенно остров всплеск был в виде в начале недели, когда за амбулаторной помощью выстрелились очереди. У большинства одни те же симптомы. Повышенная температура, мышечная боль, слабость и воспаленное горло. Медики уверяют, ситуация контролируемая. Карина Гуревич о том, что делать, если почувствовали недомогание. В Беларуси за последние три дня зафиксирован рост ОРИ, гриппа и коронавирусной инфекции. При ходу нового штамма Амикрон отмечают специалисты. Больницы и поликлиники готовились заранее. Проверены кислородные системы, увеличены запасы лекарств, масок и перчаток. Для пациентов перепрофилировано 11 тысяч коек. На тему эпидемиологической обстановки в стране Минздрав провел брифинг. Особенностью данного подъема является то, что клинические проявления появляются достаточно быстро, то есть инкубационный период сократился, но и длительность заболевания опять-таки сократилась. При отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до недели. Кроме того, работники, которые болеют ОРВИ по согласованию с нанимателем, могут от одного до трех дней оставаться дома без больничного. Школьники же до пяти. Такие меры уменьшат нагрузку на поликлинике. Плюс прием пациентов в медучреждениях, включая осмотр на дому, теперь ведется субботу и воскресенье. Также специалисты имеют право ставить диагноз коронавирус без ПЦР-теста. Исключение случаи, когда требуется госпитализация. Для тех, кто хочет перестраховаться, можно проверить себя самостоятельно. ПЦР-тест на COVID-19 продается во многих аптеках. Есть несколько видов. Средняя цена – 14 рублей. Внутри – пошаговая инструкция. Иммунизация – все еще самая надежная защита. С ней заболевшие переносят вирус без тяжелых симптомов, в частности, пневмонии. Период выздоровления при этом не затягивается. Пункты в поликлиниках работают даже выходные. Сейчас прививают и подростков от 12 до 17. В Бобруйский укол сделали уже полторы тысячи ребят. Всего вакцинировалось 135 тысяч населения. Это 60%. На территории Бобруйска применяются следующие вакцины в настоящее время. Это китайская инактивированная вакцина Виросел, Ковивак – российская инактивированная вакцина. Также спутник Лайт – это вакцина, которую можно использовать для первичной вакцинации, либо для бустерной вакцинации. К слову, при бессимптомной форме коронавируса самоизоляция длится минимум 7 дней. Лечение предполагает обильное питье и витаминотерапию. Чтобы избежать осложнений, медики рекомендуют тщательно прислушиваться к организму и проверять температуру не реже раза в сутки. И самое важное – соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать опасности своих близких. Карина Гуревич, Максим Гленко. Итоги недели. Продолжение темы. Общественный транспорт – место большого скопления людей, поэтому с самого начала пандемии обязательно для него стала антиковидная СПА. Так, бобруйские троллейбусы ежедневно проходят процедуру дезинфекции. Особо тщательно обрабатывают ручки-поручни перед выходом на линию, на конечных пунктах и по возвращению в парк. Бой с микробами и вирусами ведется практически повсеместно – в жилых домах, автобусах, магазинах. Ольга Васенда о здоровых привычках. Свести к минимуму риск заражения. Эта задача не только для медиков, но и для коммунальщиков. Работники в подъездах обрабатывают все, к чему прикасаются жильцы. Домофоны, дверные ручки, выключатели, перила, почтовые ящики, плюс лифты. Ежедневно с 8 утра до 5 вечера. В качестве Д-средства используют полидез. Вот такой пульверизатор – одно из главных орудий работы. С его помощью дезинфицирующее средство распыляется на мелкие капли, что позволяет обработать каждый сантиметр подъезда. Весь процесс занимает 10 минут. И так каждый день. Еще один проверенный способ борьбы – генератор холодного тумана. Он в несколько раз эффективнее распылителей, благодаря мельчайшим размерам частиц, которые более равномерно покрывают поверхность и действуют на большей площади. Дезинфекция происходит согласно к графику, утвержденному алгоритму. Но иногда дезинфекция у нас проходит чаще, чем установлено графиком по просьбе граждан. Потому что к нам возвращаются люди в ЖЭУ, на предприятии. Когда они узнают, что сосед заболел ковидом, они просят провести дополнительную дезинфекцию. Мы никогда никому не отказали. Персональный антиковидный душ в расписании и общественного транспорта. Утром, днем и вечером в троллейбусном парке специалисты проводят дезинфекцию. Особое внимание уделяют поручням, сиденьем и стеклам. Это самые популярные места сборов микробов. Мы обрабатываем полидезом. Идет 50 грамм 10 литров воды. Мы работаем вдвоем, поэтому надо темп и скорость 20 минут. Еще до появления COVID-19 общественный транспорт обрабатывали только в автопарках. Теперь и на конечных остановках после каждого рейса. Это примерно 7-9 раз за смену водителя. Профилактика включает и меры личной гигиены. Водители обеспечивают запасом одноразовых масок и антисептиками. Ежедневно каждый троллейбус, выезжающий на линию, проходит данную процедуру с сертифицированными средствами. На текущий период это полидез. Далее силами водителей троллейбусов на конечных остановочных пунктах. Это по маршруту номер 1 каждые 30 минут, и по маршруту номер 2 каждые 40 минут данная процедура повторяется. Кроме того, в салонах троллейбусов есть антисептики. Через каждые полтора часа проводится проветривание не менее 10 минут. Созданы все условия для безопасных поездок, но не стоит забывать и о личной ответственности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и антиковидный этикет. Ведь наше здоровье в наших руках. Ольга Васента, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Автобусы на экспорт, лучший логотип и диспозиция сил. Продолжается подготовка к основной фазе учения «Союзная решимость-2022». Какая техника задействована? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. С 1 марта 2022 в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Указ подписал президент Александр Лукашенко. В результате перерасчета суммы выплат увеличатся на 6,3%. Связано это с ростом средней заработной платы по стране. При этом поднимутся и другие виды уплат. По возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Всего с бюджета на эти цели планируют выделить больше 16 миллиардов. В Беларуси утверждены новые правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения. С 2022, например, начнут предоставляться льготы при поступлении в вузы выпускникам классов спортивно-педагогической и патриотической направленности, а также детям военных. Указ будет вступать в силу поэтапно. Продолжается подготовка к основной фазе учения «Союзная решимость-2022». В Беларусь уже прилетели более десятка истребителей Су-35. Прибыли системы залпового огня «Панцирь» и дивизионные ракетных комплексов С-400 «Триумф». Они необходимы, чтобы проверить единую региональную систему ПВО. По замыслу маневров, союзники будут противостоять странным и подконтрольным им террористам, которые от безуспешной попытки инициировать внутренний конфликт перешли к радикальным мерам. До июня этого года МАЗ поставит в Санкт-Петербург почти 900 комфортабельных автобусов разных модификаций, которые работают на природном газе. За последние месяцы в город Неме отправились уже 260 таких машин. В планах Минского автозавода наладить сотрудничество с северной столицей России и по поставкам еще одного экологически чистого вида городского пассажирского транспорта электробусов. Министерство информации объявило конкурс на лучший логотип года исторической памяти. Принять участие могут все, кто проживает в Беларуси. К заявке нужно приложить краткую пояснительную записку с описанием. Работу необходимо отправить не позднее 24 февраля на электронную почту ведомства. Важная информация. Февраль принес в жизнь белорусов ряд нововведений. В первую очередь они коснулись индивидуальных предпринимателей. ИП будут выплачивать единый налог по новым ставкам. Чтобы перейти на измененную систему, нужно вовремя подать инспектору декларацию и узнать примерную сумму, которую придется отдать за год. При наличии электронной подписи это можно сделать, не выходя из дома, через личный кабинет. Размер этих ставок был увеличен примерно в 2,3 раза. И тем индивидуальным предпринимателям, которые являются платильщиками единого налога, с учетом этого необходимо было не позднее 31 января 2022 года представить налоговый орган уточненная налоговая декларация по единому налогу за первый квартал 2022 года с учетом внесенных изменений с увеличенным размером ставок. Вырос и бюджет прожиточного минимума. Сегодня он составляет 296 рублей 55 копеек и будет действителен до 30 апреля. Вслед за ним увеличатся и уплаты для отдельной категории пенсионеров, доплаты людям старше 75, надбавки по уходу за инвалидом первой группы или лицам, достигшим 80, а также социальные пенсии. Согревайтесь с умом. Сотрудники МЧС продолжают отслеживать состояние дел в частных домах. В центре внимания специалистов отопительное оборудование – печки, обогреватели, котлы. Зачастую неправильное использование которых приводит к трагическим последствиям. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа. Если за окном минус, хочется, чтобы дома был плюс. Для комфортной температуры многие используют печи, обогреватели или отопительные котлы. Но далеко не все следуют правилам безопасности. Напомнить и где-то подсказать о мерах, которые помогут избежать трагедии – главная задача сотрудников МЧС. Особое внимание к пенсионерам. На кооперативной 15 проживает семейная пара. Дом отапливается двумя печками. Все исправно. Электропроводка здесь тоже в порядке. Но есть и пару недочетов. Отсутствует предтопочный лист и пожарные извещатели. Я, например, очень переживаю за все это и очень боюсь. Всегда печки мы не оставляем. У нас постоянно дома. Стараемся вот протопили, закрыли и все. На Пионерской 3 тоже печное отопление. В доме есть дети, но к топке их не допускают. Датчик дыма только один – на кухне. Сотрудник МЧС напоминает – поставить их нужно во всех помещениях. Особенно там, где есть риск возгорания. Если хочешь, чтобы не на улице мерзть и где-то проситься потом. Поэтому саня готов летом, а телег – зимой. Так мы и делаем. Профилактика должна быть всегда. Потому что есть люди, которые даже не хотят об этом думать. Им все равно. Ну, вот и костер тут разжечь среди дома, если замерзают. Еще перед наступлением холодов каждый хозяин обязан подготовить свое отопительное оборудование и при необходимости отремонтировать его. Сам процесс топки ни в коем случае нельзя доверять детям. Оставлять огонь без присмотра – тоже в списке запретов. Не сушите и не складируйте на печку дрова, одежду или другие вещи. Иначе беды не избежать. Пожары в частном секторе особенно опасны. Дома расположены буквально в метре друг от друга. Срабатывает эффект домино. Огонь охватывает одну постройку за другой. Хотя такое происходит крайне редко. Спасатели прибывают на место ЧП незамедлительно. Накануне температура опустилась до минус 15. В такую погоду, как никогда, становится актуальна проблема перекаливания. Кирпич перегревается, теряет свою прочность и начинает разрушаться. Большой мороз, печку лучше топить несколько раз в день понемногу. Процесс хоть и трудоемкий, но безопасный. Работу в жилом фонде также проводят и социальные службы администрации, работники МВД, газовая служба, энергогазнадзоры и другие. Большое внимание мы уделяем таким гражданам, как лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Это одиноко проживающие пенсионеры, старики, многодетные семьи. То есть люди, которым нужно повышенное внимание. В городе и районе с начала года произошло уже 15 пожаров. Три человека погибло. По статистике, каждый третий вызов из-за неправильного использования отопительного оборудования. Старая электропроводка, трещины на печах, отсутствие извещателей – все это нужно приводить в порядок в короткие сроки, иначе дела, отложенные в долгий ящик, можно и вовсе не успеть сделать. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Мода на здоровый образ жизни. В обручании все больше выбирают активный зимний отдых. Например, катание на лыжах. Для этого созданы специальные трассы в городском парке, вблизи Бобруйской арены и санатория «Шинник». Если нет личного инвентаря, можно обратиться в пункты проката. Сколько стоит аренда, расскажем прямо сейчас. Легкое скольжение, грация и динамика. Пожалуй, именно так можно описать лыжный спорт. Во всем мире это один из самых популярных видов зимнего отдыха. В обручании тоже, как говорится, в теме. У одних есть личный инвентарь, у других его нет. Но это не повод свою мечту вешать на гвоздь. Вам на помощь – аренда. Взять на время спортоборудование можно в бобруск быту услуги, что на бульваре при Березинском – 33. Стоимость за сутки – от полутора рублей до четырех с половиной. Размерный ряд – от 33 до 46. В этом году, по сравнению с прошлым, когда не было снега, очень много постоянных клиентов, которые берут не на день, не на два, а на продолжительный срок, можно сказать, на всю зиму. Хоккейный клуб «Бобруск» тоже готов удовлетворить спортивные потребности горожан. Уже второй год здесь работает прокат лыж. Брать инвентарь можно на разный срок. Главное с собой взять паспорт. Чаще всего арендуют на двое суток. В денежном выражении это 16 рублей. Девять стоит 24 часа. Если у вас нет так много времени, а выйти на трассу хочется, то решение есть. Можно взять комплект на один час за пять рублей. В него входят лыжи, палки и ботинки. Экипировались, вышли из ледовой арены и сразу попадаете на трассу. Ее протяженность – 1200 метров. Лыжная трасса есть также в городском парке культуры и отдыха. Протяженность круга – один километр. Обычно оккупируют здешнюю трассу учащейся колледжей. Приезжают и из других районов города. Подкупает хорошее место расположения, доехать можно из любой точки Бобруйска. Как вам трасса здесь, в парке? Нормально. Хорошая трасса. Если бы еще чуть-чуть снежка, чтобы можно было толкаться, то отлично вообще. Отлично накатанная лыжня. Хорошо катаемся. Я еще с детства занимаюсь катанием, поэтому положительно отношусь. Возле 31-й школы есть коробка. Там заливают каждую зиму каток и катаюсь на коньках. А так люблю больше ходить. Если хочется в летний период сходить покататься, то в ледово. На лыжах мне нравится. Это развивает дух выносливости и подкаток к зимнему периоду. Укрепляет организм. Свежий воздух в тандеме с физической нагрузкой – отличный антидепрессант, который поможет вам чувствовать себя бодро, укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тем более, в такое непростое время. Ульга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Ракетный запуск, НАТО в Европе и измененный график. Дубай переходит на новую рабочую неделю четыре с половиной дня. Для чего? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. В день открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине Россия и Китай демонстрируют единство на фоне обострения отношений с Западом. В совместном заявлении по итогам встречи Владимира Путина и Си Дзимпини говорится о том, что стороны уступают против расширения НАТО, а также осуждают подходы времен холодной войны. Украину и другие темы обсудили главы дипломатических ведомств двух стран. Джо Байден планирует направить 3000 военнослужащих в Восточную Европу для поддержки сил НАТО. Около 1000 солдат, размещенных в настоящее время в Германии, будут передислоцированы в Румынию, поскольку Россия не проявляет намерения сократить свое военное присутствие на границе с Украиной. И Запад опасается вторжения в страну. Кроме того, в Польшу и ФРГ будут направлены 2000 бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии, основной силы быстрого реагирования вооруженных сил США. Дания отменила все ковидные ограничения. Теперь маска не нужна даже в транспорте. Некоторые меры контроля сохраняются лишь для въезжающих иностранцев. Но в Копенгаге не надеются, что и это ненадолго. Власти объявили, что страна возвращается к жизни, какой мы ее знали до короны. Считается, что от вируса защищены 80% датчан. Это привитые и переболевшие граждане. Власти Японии решительно осудили очередной ракетный запуск НДР. По данным Токио, запущенный 30 января Пхеньяном баллистический снаряд упал в неисключительной экономической зоне страны в Японском море. Согласно информации Минобороны, максимальное высота полета составила около 2000 километров и прилетело расстояние примерно 800 километров. Дубай переходит на новую рабочую неделю в 4,5 дня. Ожидая, что правила усилят конкурентоспособность и улучшат баланс между трудом и отдыхом. Планируется, что эта реформа будет одновременно способствовать увеличению свободного времени и производительности жителей Эмиратов. Выходными днями теперь будут суббота и воскресенье. Отблеск божественного света в виртуозном мастерстве. В Бобруйском кафедральном соборе появилась 10-килограммовая Евангелие 1779 года издания. Реликвию храму преподнес заслуженный артист Беларуси Руслан Олехно. О подарке с историей Татьяна Горобач. Это на престольное Евангелие стало еще одним украшением главного храма Бобруйской епархии. Полистаешь его и, кажется, совершил путешествие на пару сотен лет назад. Стоит только представить, сколько поколений с 1779-го внимали Слову Божьему, которое отражает плотные страницы. Реликвия – дар заслуженного артиста Беларуси и почетного гражданина Бобруйска Руслана Олехно. Теперь в Никольском кафедральном соборе старинная книга – часть воскресных и праздничных служб. По субботам на всеношном бдении ее будут выносить для поклонения молящихся. Как он мне сказал, что на семейном совете с супругой Юлией, ну и с дочерью Варвары, они решили, единогласно решили передать в дар вот это святой Евангелие в храм своей малой родины, где он родился, и вообще очень любит этот храм. Ну, тепло здесь, уютно, всегда так вот отзывается о своем любимом храме. Металлический оклад, инкрустированный двенадцатью самоцветами, изготовлен в Святой Елисаветинском монастыре. В центре каноническая сцена Воскресения – икона Сошествия Иисуса Христоват. На ней Спаситель после распятия сокрушает ворота преисподней, приносит свою евангельскую проповедь, освобождает заключенные там души и род человеческий от первородного греха. Евангелие весит аж 10 килограммов, и его листы легко деформируются при чтении и от влажности. Чтобы сохранить фолиан, предусмотрены застежки, которые плотно прижимают страницы. На 492 страницах в четырех канонических Евангелиях рассказывается о божественной природе Христа, его рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. Здесь же и живописные гравюры. Вот тут, например, апостол Матфей. А на этом развороте Марк. Сохранились даже титульные листы. Каждый сам по себе произведение искусства. От всей души благодарен Руслана и его семью. Все прихожане очень благодарны за этот дар, за внимание. Дай Бог ему и всей его семье. Самое главное – это милости Божьей, чтобы Господь был всегда с ним, чтобы Пресвятая Богородица спасала и покрывала его святым опором крепкого здоровья, любви. К слову, в ноябре епископ Бобруйский и Быховский Серафим вручил Руслану Олехнов высокую награду Белорусской Православной Церкви орден святителя Кирилла Туровского второй степени. Ну а раритетное Евангелие, как и подобает настоящему бриллианту, займет центральное место в Кафедральном соборе и в сердцах верующих. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, 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 новая неделя. Продолжение следует...